идем на платформу откуда отправляется паровоз все время хочу сказать поезд ведь это парк где мы гуляли только что и вот и железная дорога оказывается не относится к этому ночью я только что купил билетик он стоит 1650 через пять минут прибывает поезд насладимся этим интересным путешествием посмотрим окрестности горы скалы возможно будет интересно смотрите какое оригинальное оригинальная скамейка из настоящей оси прибытие первого поезда ковбойский поезд на ковбойской станции ну чё заходим такие открытые летние вагоны чтобы можно было снимать фотографировать и мы в последнем и лишь можно сказать в первом вагоне смотря с какой стороны смотри короче под крики детей под плачущие крики детей попробуем что-нибудь снять да пейзаж будет сопровождаться истерическим криком ребенка не повезло как говорится я вижу свет конце туннеля пахнет пахнет дымом его даже видно дымом старинного поезда пахнет дымом старинного поезда начинаются красивые пейзажи пыречки можно даже приехать искупаться загорать пахнет дымом и еще один маленький туннель путешествие длится 40 минут сказать слушайте прикольно чем я никогда не ездил на таком поезде по таким местам прямо как будто какой-то 1900 год железнодорожный переезд да поезд конкретно коптит если сесть в первом вагоне там наверно можно прокоптиться сам поможете все звезды ст и еще и и и вот есть вокзалы такие как мы только что проехали как на которых поезда уже не останавливаются это просто уже ресторан возле железной дороги проезжаю же такие боги забытые места богом забытые переезды все люди живут там ходит даже неизвестные деревеньки какие-то затерянные домишки в горном массиве ну чё неплохо придумано заброшенную железную дорогу используют в туристических целях и я вам скажу неплохо работает смотрите сколько человек отдали по 1650 вот учиться надо забыть и богом железнодорожный переезд депо старинных поездов поездов и паровозов таких же как этот который нас везет касса на этой станции сейчас локомотив встанет вот сюда впереди и мы будем впереди поезда был последний вагон вот он сделал сейчас сюда поедет в обратном направлении вот кстати он сейчас он прицепится впереди и будет нас коптить здесь короче вот он сейчас проехал стрелку я сам да задний ход и мы будем во главе поезда вот как я и говорил сейчас произойдет сцепка и мы будем в дыму и в копоти его не делать этот вояж это путешествие во времени вот он вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ну что, погнали потихоньку ДимаTorzok Это я его попросил, ему знак подал Проверка ДимаTorzok ДимаTorzok Тут брызги летят из котла Реально брызгает ДимаTorzok 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 Забытый Богом переезд Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok И снова забытый Богом переезд ДимаTorzok 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 Заезжаем в туннель Туннель про Францию Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ковбой какой-то прицепился ДимаTorzok 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 Мы приехали в точку отправления, то есть оттуда, оттуда отправлялись. Он делает челночные рейсы туда и обратно. Вот это и было путешествие во времени. Это было путешествие во времени. Ну что, мы вышли. Люди заходят. Сейчас поедут дальше. Наш машинист. Пиро пошел. Супер. 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 ну а мы тоже уходим хватит пар сходили на паровозе съездили хорошего, как говорится, помаленьку